Это значит так. Мы сейчас будем говорить, попытки построить опять философию музыки. Это очень сложно и почти кажется невозможным, но определенного рода подвижка к поводу этого есть. Первое, от чего предстоит отказаться, это так называемые указывающие функции языка. Но в самом деле, мы традиционно привыкли считать, что когда я называю стол, то это слово отсылает к некому настоящему столу. В этом смысле СССР предлагает нам говорить обозначающем и означаемом. Значит, слово, допустим, у нас стол, оно у нас означает стол, тот, который есть в физическом пространстве. Так всегда. В языке точно так же сделано, что крест – символ страдания и спасения. Страдания и спасения Иисуса Христа, они оказываются у нас таким образом означаемым, а крест оказывается означающим. Роза – символ любви. Роза опять означает, а любовь – она то, что означаемое. И вот неожиданно мы начали работать с той замечательной интуицией, что ничего подобного у нас нет с языком, что язык как-то функционирует совершенно другим способом. Но в самом деле, вспомним этот классический пример из Олега Михайловича Наговицына по поводу того, что веселая девочка бежит. Значит, здесь самое важное – это конкретизация предиката. Что девочка – это она веселая и бежит. Веселая – это то же самое, что смешливая, это то же самое, что счастливая. Здесь на существенном представляется одно – окончание айя. Девочка бежит, а еще она может лежать. Грустная девочка лежит. Девочка может сидеть. Понурая девочка сидит. И так далее. Здесь опять уже важно определенного рода окончаний. То есть у нас язык оказывается индифферентен к той самой девочке, на которую мы должны указывать. Все самое существенное, о чем он говорит – это соотношение веселое, грустное. То есть окончание айя и окончание сидит-лежит. Точно так же. Здесь вот эта странная интуиция, с которой нам надо каким-то образом приспособиться и начать работать. Мы видим, что та реальная девочка, которой мы говорим, что веселая девочка сидит, она оказывается с чем-то очень далеким. Она у нас является исключительно неважным. Также с этим работает логика. Логика когда говорит, что у нас есть субъект и есть его предикаты. Ну, например, субъект «сахар белый». Интересно, что в технологическом высказывании речь ни в коем случае не идет о том самом настоящем сахаре. Это речь идет именно о том каком-то абстрактном субъекте, то есть сахаре, который белый. Здесь нет деления таким образом на означаемое и означаемое. Здесь как-то строится все совершенно другим способом. Эту картинку можно расцветить и показать, что эта картинка может оказаться гораздо более сложной и более интересной в теме музыки. Мы знаем, что музыки важны. В музыке самая главная тема. Берем какую-нибудь из симфонии Бетховена, из какого-нибудь там начала, третья, пятая симфонии, что ли еще. Это одна и тема повторяющаяся в различных вариациях. Точно так, как для девочки было важно то, что она сидит, то есть ит окончание или ая окончание, то это была та же самая вариация, которая у нас непрерывно повторяется. Есть вообще говоря версия, что существует три принципиально различных вида языка. Первый язык – это язык так называемый, язык так называемый, обычный язык наш, на котором говорит. Китайский, японский, русский, английский, там, Зулусов язык или какой-нибудь еще. Вот. Есть и как бы другой язык, принципиально отличающийся им по качеству, это как бы музыка. И третий язык – это как бы именно математика. Но я хочу обратить ваше внимание, что, по крайней мере, в этой неуказывающей, какая-то другая, неозначающая функция языка, музыки доведена до совершенства. В ней ведь нет субъекта, нет той самой девочки, которой выйдет за высказывание. А в поэзии? В поэзии он как бы есть. В поэзии сложнее работать, потому что у меня вот в моей нынешней концепции получается, что поэзия – это в любом смысле гибрид музыки и обычного языка, что, наверное, несовершенно справедливо. Я готов поговорить о поэзии чуть дальше. Но я хочу сказать, что идет повторение темы. В ней есть то, что, как и в языке, то есть когда «ит», когда «ая», вот эти окончания постоянно повторяются, в ней тоже разворачивается непрерывный ряд вот этих всевозможных музыкальных тем, ритмики, что-либо там еще. Но того самого субъекта, о котором сказывается музыка, его нет. То есть это то же самое, что… Когда говорят, извините, там, когда говорят про то, что музыка выражает эмоции. Да, да, да. Это не говорит о том, что эмоции – это все-таки некий субъект, но просто заданность. Не субъект. Вот она не субъект. Это очень-очень интересно. Получается, я как раз об эмоциях вот и думал, что у тебя, когда ты говоришь «веселая девочка, а девочка бежит, как летит». Девочка летит, типа того что. Вот это в том смысле, что девочка бежит. То таким образом ты высказываешь, как бы, собственный способ или отношение к происходящему. Именно эмоциональное. У тебя получается эмоция… Но есть же констатация. Девочка это бежит, летит констатация. То есть у тебя получается эмоция, на мой взгляд. В языке разворачиваешься таким способом. Не путем, опять, отсылки означающего к означиваемому. Не к той самой девочке. А у тебя это, как бы, именно, это, как бы, твой способ. Поэтому у тебя здесь важное «веселая летит» или «веселая бежит». Вот это важно. То есть тогда субъект вот этот самый, эта девочка, выступает в качестве чего-то последующего. В этом смысле получается, что музыка, лишенная отношений между субъектом и предикатом, она оказывается совершенным выражением эмоций. Вот так я себе эту картинку представляю. Ну а тебе не кажется, что на самом деле любое искусство, живопись, культура, это тоже своего рода выражение эмоций? Не знаю, не думаю. Ну как, ну, например, живопись, экспрессионизм, буквально так, это вообще говоря направление, которое изначально базируется на том... Экспрессионизм, импрессионизм, правильно, да, что выразить некое свое видение, да, свою эмоцию, как бы, некое свое субъективное, вот это вот субъективное свое. А разве это тогда не получается, что живопись тоже есть определенная рода? Да, но я хочу сказать, что как раз у тебя эмоция как таковая, музыка же, она не занимается не тем, что она выражает эмоцию напрямую, она получается, что у тебя идет разворачивание определенного рода темы, благодаря отношению внутри самого себя, но не отношению к объекту, лежащему за пределами. Так музыку тоже можно понять, что музыка это боевой марш. Можно же так понять, что, то есть, она отсылает к некой такой действительности. Но ведь это же не так, то есть, у тебя музыка отсылает от одной своей формы, то есть, скажем, там, длительности темы, к той же самой теме, которая слегка варьируется, но остается той же самой темой. То есть, ты эту тему воспроизводишь многократно. Но эта многократность, это не является свойством музыки, потому что и стихотворение многократно воспроизводится, и даже визуальный ряд часто в фильмах, допустим, воспроизводится одно и то же многократно. Я бы просто хотел сказать, что многократность воспроизведения, это свойство, это субъекты, скорее, да, это не относится к свойству объекта, о котором идет речь. Нет, минуточку, да, конечно. Субъекту нужно воспроизводить от всего этого эмпетрации. Я и говорю, что они не относятся к некому, в том смысле, к логическому субъекту, то есть, к той самой девочке. Оно никакого образования к нему не получается. То есть, смотрите, как интересно оказывается, что в языке, язык функционирует на постоянном воспроизводстве как бы одного и того же отношения. Веселая, грустная, а якая. Вот на этом самом деле. Он вот в этом деле как бы укоренен. А вот той самой девочке, которая мог бы сказываться, ее нет в помине. То есть, нет той стихии, которую мы означиваем. Ни в коем случае. Вот. Это вот такой странный подход. И мы действительно видим две грандиозных попытки сказать нам, что в истории философии, что язык не является нечто означивающее. Ну, первое, это о том, о чем нам напомнил Булат на одном из семинаров Олега Михайловича. Это о том, что язык пытается высказать вот это, этот самый клочок бумаги, но никогда его высказать не может полностью. Здесь Гегель не разворачивает нам эту картинку. Ну, это картинка из первой главы Фемиологии Духа. Но, с другой стороны, он показывает, что вот этот самый кусок бумаги высказать совершенно образом невозможно. Показывает нам. И мы действительно приходим к этому. Почему говорю я? Да потому что у языка нет той самой означающей высказывой функции. Ее просто нету как такового. Вот эта интуиция, с которой мы работаем. Вторая интуиция, это интуиция Деррида. Когда Деррида нам говорит о том, что мы всегда запаздываем, мы всегда пытаемся что-то сказать, и пока мы это говорим, все это значит дело уже устарело, уже надо говорить что-то новое. Язык всегда запаздывающий. Мы помним вот этот семинар, где мы говорили о философии антиязыка, вот я жалко к Антону не задал вопрос. У меня есть вопрос по этому поводу, я просто не знаю, кто знает, специалистом по Деррида является. Мне о том скажут. Отнестись к этому запаздыванию можно двумя принципиально разными способами. Первый способ, считать, что это некая онтологическая картина мира, что онтология, то есть мир устроен таким образом, что наша речь о нем всегда запаздывает. То есть вот такая некая своеобразная временность, которая корена бытии. Вот то, что я пытался проводить на основании того, что я услышал от Антона на том семинаре. Это первая ситуация. А вторая ситуация, когда у тебя эта невозможность языка по происходящим является не онтологией, а является некой фрустрацией, причиной некого невроза собственного сознания. То есть ты, человек, всякий раз понимает, что он опоздал. И это является его основанием невроза в чисто психоаналитическом смысле. У меня есть большое подозрение, что Деррида сам не строит эту картину как онтологическую, он строит ее как психоаналитическую. Надо просто проверить. Это вот такой очень важный момент. То есть источник твоей фрустрации, то есть проблем твоих психологических, является всякий раз, что ты уже опоздал. Вот так. Если мы действительно... Вот эти две принципиально разные картинки между онтологической структурой, что мир таков, что я всегда опоздал. А с другой стороны, я в каком-то смысле понимаю, что я всегда опоздал. Это для меня является источником боли. Это для меня является источником невроза или чего-либо еще. Но я хочу заметить, что оба этих автора говорят, то есть Тегик или Деррида, пытаются высказать одну и ту же самую вещь, что язык в высказывании всегда неудачен, когда он пытается говорить о реальности. Но мы-то сейчас говорим прямо противоположную вещь. Язык никогда принципиально не говорит о реальности, быть может. Никогда не говорит, а всегда он воспроизводит как некую структуру внутри себя. Девочка не важна. Важно, что она веселая, а не грустная, опять ая. То, что она сидит или бежит, ид и опять крыт. Вот такая. И это очень проявляется в музыке. В музыке, я повторяю еще раз, мое простое наблюдение, оно состоит в том, что в музыке нет субъекта. Вот того самого смысла девочки. А есть воспроизводство вот этого веселая и что-либо еще. То есть воспроизводство вот этих устойчивых фонетических форм. Такая вот эта как бы вещь. Как с ней работать дальше? Что с этим можно сделать? Ну, я долго думал, что она опровергает шеновскую теорию информации. Такая картинка. Но я хочу сказать, что нифига она ее не опровергает, трава подумав. В чем состоит шеновская теория информации? Это я уже забегаю совершенно как бы в другой мир. Это вот основополагающая теория, которая у нас сделана. Она состоит в следующем, что человек работал на совершенно посторонние задачи. Эта посторонняя задача состояла передача информации. У тебя есть канал-передатчик, он тебе что-то рассказывает. А с другой стороны у тебя есть приемник. И на пути у тебя возникают различного рода помехи. Вопрос. Как ты можешь бороться с этими помехами? Ответ неожиданный. А то есть особо с ними бороться и не надо. Потому что, по большому счету, ты указываешь на некий алгоритм. Ну, допустим, у тебя стоит человек, который с одной стороны при слове 1 пьет чай, а при слове 2 уничтожает мир. То у тебя на другой конце, если будет человек состоять с такими же свойствами, при слове 1 будет пить чай, а при слове 2 уничтожать мир, да? Как бы вот эти вещи. То у тебя будет очень сложно, очень-очень сложно как бы это дело сделать. Почему с ними как-то бороться, изменить тебе этот сигнал? Потому что очень просто передать единичку и ноль. У тебя все самое интересное происходит именно в том самом человеке, когда он решает, совершает эту страшно сложную деятельность по уничтожению мира. Или по покладыванию двух ложек чая, а не трех, чашку чая себе. Вот в этом смысле. Что в шеновской информации интересно? А то, что в ней, в понятии шеновской информации, отсутствует информация как субстанция. И сейчас все говорят об информационном обществе. И все думают, что информация существует как субстанция. Что есть где-то место, где-то информация хранится. То такая наивная вера гуманитария, что есть действительно некая информация. Ничего подобного. Есть твой алгоритм действия. Ты умеешь уничтожать мир. Ты умеешь иметь чай. И то, что тебе по поводу твоей сложной деятельности выпивания чая, у тебя кофе, да? Или кофе? Кофе, да. По поводу кофе приходит всего лишь простой сигнал один. Это означает, что нет нигде такой субстанции информационной, которая хранится вся эта многогранная информация о кофе в белой чашке. Подожди, но классический подход, он же говорит, вообще говоря, изначально исходит, что есть некого рода знания, и надо его обосновать. То есть знание воспринимается именно как субстанция. Да. Ну, так а сейчас получается, что ты предлагаешь нам это якобы... Да, вот такой... Такого знания нет, что ли? Не знаю, как со знанием, я думаю, знание нечто другое. Нет, просто информация, знание, это просто разные слова. Ну, это разные. Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Нет, просто дело в том, что надо правильно понимать, что такое информация, нельзя ли сводить информацию к сигналу. Понимаешь, это действует по сигналу, там, подняли флажок одно, подняли другое, это не есть передать информацию. Нет, это именно называется передать информацию. Вся информация сводится к такой Шеновской вот этой модели. Это модель сигнализирования, а не модель передачи информации. Потому что, видишь, с самого начала ты знаешь, что такое красное, допустим, и другой человек знает, что красное. И вы договаривались, что когда ты говоришь ему красное, он отсылается к своему собственному знанию о красном. Поэтому информация и знание, это разные вещи. Нет, тогда мы... Прошу прощения, да? Нет, тогда мы сведемся к тому, что два человека, которые беседуют, по-вашему, они это обмениваются чем? Сигналами, что ли? Да. Так это не так просто. По факту того, что два человека беседуют, и никакими сигналами... Нет, они могут обмениваться сигналами, да, там, сексуальные позывы, какие-то возникают, там, возникает, там, что-то чувство обмана, там, или уязвленности, и так далее. Это, может быть, можно вспомнить как сигнал, но, кроме того, есть еще другой канал, где обмениваются именно знаниями, там, или обмениваются, там, мнениями, там, и прочее. Свести в связь, в любую коммуникацию к сигнальной системе, это просто ошибка. То есть изначальная редукция... Ну, надо, кстати, с этим... Изначальная неверная редукция. Со всем этим, если все наши, как бы, наши разговоры свести к информационному обмену. Подожди, я говорю, не к информационному, а к сигнальному обмену. То есть это... Ну, и не информационному. На одной стороне возник это стимул, на другом реакция. Информация, сигнал, смотришь, меня... Сигнальная система, стимуляция. Да, ты, Казахстан, стимуляция. Я даже тут уже теряюсь... Сколько вам вы всего говорите? У меня, собственно, вот... Пара вопросов к тебе по поводу изначальной интуиции. Нет, по поводу изначальной интуиции о том, что язык не обладает вот этой указывающей функцией. У меня такой вопрос, а у тебя есть, вот, как бы, еще какой-то аргумент, помимо вот этих соображений Олега Михайловича? То есть ты, я так понимаю, каким-то самостоятельным путем к этому же? Да, я рассказываю. Я пришел исключительно через музыку. Я решил, что музыка – это одна из равновидностей языка. И увидел, что в ней есть вот это воспроизводство айя, иитов и чего-либо еще, то есть музыкальная тема устойчивая, но нету субъекта. Вот в том смысле той самой девочки. То есть это как бы язык тоже, но это язык, который лишен в этой девочке. То есть надо понимать прекрасно, что субъекта высказывания нет. Да, субъекта высказывания нет. А не субъекты, которые высказывающие субъекта есть. В котором в смысле слушатель или композит, он очень даже есть. Он живее всех живых, да. Ну, может быть, субъект есть неудачное слово, но вот того предмета, о котором музыка, вот этого предмета нет. Да, да, этого предмета нет, да. Принципиально. Если в деятельности языка еще можно быть... Подумать, что он есть, что это та самая девочка, о которой мы говорили. Потому что стол вроде бы действительно отсылает. Отсылает к столу, да. А вот оказывается не отсылает. Ну вот с языком это действительно сильно не очевидно, а с музыкой, ну с музыкой может быть и да. Потому что как можно изобразить музыку из стола? Ну, видимо, никак. Да. Вот вообще музыка не для того. Да. Да. И она вот, Булат здесь правильно отправил меня тут же к эмоциям, и она действительно тут же показывает, что эмоция работает именно в декартовском смысле. То есть вот некое такое для себя бытие с самого начала. То есть как бы то, что девочка привлекательная, это является не свойством самой девочки. Это мое свойство. То, что мне девочка нравится, это высказывается в музыках. То есть девочка не высказывается, а то, что мне что-то там нравится, высказывается. Тогда это происходит замещение. Потому что тогда получается, что выражается не... Я не описываю столы и стулья, да, но я так как экспрессирую себя. Таким образом. То есть тогда получается, что у музыки есть предмет, И у языка есть предмет. Нет, нет, нет. У тебя вот в том-то и дело, что моя эмоция или мое собственное переживание, оно не положено ни в коем случае объективно. Оно не может быть положено. Как у тебя уже, ты же никогда не можешь положить привлекательность девочки, положить ее рядом с девочкой, превратить ее в предикат. Не можешь же. Но зато музыка станет в моих предикатах. Не знаю. Она не предикат девочки, и это так, и за кем я согласен. Но тогда кажется, что музыка является предикатом девочки. Ну, опять же, не в том смысле, как высказывание. Вот оно как-то вот иначе существует. Я не уверен, что оно является моим предикатом. Хотя в этом есть определенный смысл, потому что музыка бывает навязчивой. Я ее подхватил, музыкальную тему, и я не могу день от нее оторваться, пока не подхватил другую тему. Такой есть момент. Я вот не знаю, как вот с этим работать. Мне не кажется, что здесь... Но здесь как бы вот... Я еще хочу обратить внимание, что из рассмотрения как бы музыки как таковой, оказалось, что... И понимание ее, что она в каком-то смысле тоже язык, оказалось явно в форме заметно следующей интуиции, что музыка не является ничто указывающим. На самом деле, тут есть определенные роды смешения разговора. Дело в том, что языком может стать все, что угодно, если она служит целью языка. То есть мы определяем язык не исходя из какой-то наличности, а мы определяем язык исходя из некой функции. То есть музыка может стать языком. Если с помощью музыки композитор хочет другому что-то передать. То есть когда музыка является средством выражения, когда музыка... А цель она на коммуникации. Вопрос, что выражается. Нет, подождите, я просто хочу закончить. На самом деле, точно так же, наш естественный язык становится языком, и он и служит языком только тогда, является языком, когда он передает, когда он что-то выражает или служит целью коммуникации. Потому что мой язык, который может превратиться просто в ничто, если я буду его использовать просто в целях других каких-нибудь. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Смотри, очень важно. Нельзя же сказать, что она язык что-то вообще не говорит. Но он говорит, смотри, что о девочке. Он говорит девочке не в том смысле, что она отсылается к какой-то реальной девочке. Он говорит, что веселая бежит. Вот что говорит язык. Я все понимаю. Так и музыка. Я с этим во многом согласен, что есть в языке такая проблема, есть ли там субъекты сказанных. А я говорю немножко о другом. Я говорю о том, что может быть языком. Я утверждаю, что языком может быть все, что выполняет функцию языка. То есть две функции языка. Выражать и передавать, то есть коммуницировать. То есть быть средством коммуникации. Все, любая вещь, любое средство выражения может стать языком. Только в силу того, что оно что-то выражает, для кого-то что-то значит, и в силу того, что оно нацелено на коммуникацию. И в этом смысле, подожди, и музыка является языком, становится языком, если она пытается что-то передать. И живопись, и скульптура, и все, что угодно. Это жесты какие-то, например, все, что угодно может стать языком, если мы рассматриваем со стороны выражения коммуникации. Поэтому нет ничего удивительного на самом деле, что есть такие языки, в которых, например, как в музыке. Если музыка что-то выражает, то там нет субъекта выражения. Да, там, собственно, есть некого рода какая-то чистая эмоция. И что? Что тут удивительного? Просто это определенного рода способ выражения. Например, живопись, абстрактная живопись. Там вообще просто какие-то каляки-маляки, с моей точки зрения. И что? Но она что-то тоже пытается выразить, что художник нацелен на некого рода выражение. А сейчас это на коммуникацию. То есть это два этапа есть. Этап выражения – это как бы я могу выражать и для себя. А этап коммуникации – это второй этап, как бы для другого. Для себя выражение, для другого коммуникации. Поэтому проблема языка, мне кажется, еще глубже. Вы пытаетесь разобрать, какой язык функционирует в своей наличности. Какой-то субъект, есть ая, ит и так далее. А может быть, просто понять, что такое вообще язык? Как он вообще по своей функции? Вот, мне кажется, вопрос. И если исходить из функции, на самом деле, то тогда, мне кажется, несущественно, что в языке есть какие-то грамматические формы. Существенно, что язык что-то выражает. Вот это существенно? Или что-то передает для кого-то? Я вот о рудиментных языках смотрел передачу, очень-очень замечательная. Маленькие детишки, не владеющие неким языком, пытаются между собой заниматься коммуникацией, как говорит Булат. Как они это делают? Это определенный род язык, их язык. Они делают это замечательно. Один надевает на голову крошок, и вторая тоже надевает на голову крошок. Один берет игрушку, и вторая берет ровно такую же игрушку. То есть они чего? Они все время воспроизводят те же самые действия друг друга. То есть обращайте внимание, что в этом акте, когда один надевает на голову крошок, и другой надевает на голову крошок, нету того самого крошка, или какого-то действия, о котором тебе хотят сказать. Тебе выражают коммуникацию как таковую. То есть я тебя вижу, как говорят герои в Аватаре. Я тебя вижу. Я тебя вижу, я тебя вижу тем способом, что я повторяю твои действия. Вот такой вот странный акт коммуникации. Получается, веселая, веселая, лежит, сидит, ай-я-я-я, или может быть как-то иначе. То есть коммуникация как таковая получается, она опять оказывается лишена вот этой самой некой означающей деятельности. И означаемого. Вот это делаете. А происходит она через воспроизводство того же, что делает противоположный человек. Почему Зельшиновская теория информации? Да потому что у тебя же информация как таковая, она состоит на том, что ты делаешь то же самое. В деятельности ты делаешь то же самое, и поэтому ты вот эту штучку можешь обозначить нулем и единицей. Вот как-то вот здесь странно работать. То есть я про что хочу сказать? Что и коммуникация как таковая, она оказывается лишенная вот эта самая дихотомия назначивающая и означаемая. Работает иначе. Ну не знаю, просто проблема означающая и означаемая, она так, и на французской философии дискутировалась так долго, и что в принципе они от этого разделения отказались, поскольку оно нечеткое и вообще не очень ясно, как его проводить. Если пытаться означающие там сводить к вещам, то на самом деле возникает куча знаков, куча всяких означающих, которые не являются вещами. Там есть и объединить, как бы и добавить к вещам какие-то символьные вещи, которые что-то означают. Возникает непонятно, что они означают. Ну то есть каждый раз возникает проблема перехода. И поэтому как бы в моем понимании проблему решили тем способом, что стали перетевыражениями. Понимаешь, где не говорят каких-то об отдельных актах это перехода от знака к знаку, а где говорят в целом о том, что что-то как бы одно выражается в чем-то другом. Например, есть некое положение вещей, как бы ты с помощью языка это положение вещей пытаешься выразить. Есть, допустим, некого рода пейзаж, который ты видишь, ты с помощью средств живописи пытаешься его выразить. Но ты пытаешься выразить не просто передать, как фотография, а пытаешься наложить там свои эмоции, свои впечатления и прочее. То есть на самом деле как бы слово выражение это как бы другой способ адресоваться к этому различию, различию означающего и означаемого. То есть есть нечто, что должно быть выражено, а есть то, что выражает. То есть язык это средство выражения. Но по ту сторону языка тоже все существует, много чего. То, что выражается. Про французскую философию что я еще хочу сказать. Мы видим, что во французской философии современной вот эта неуказывающая функция языка порывается тоже неодниженным образом, а порывается насквозь такое понятие, как симуляк. То есть симуляк это то, чего нет отсыла к своему означенному. То есть когда у тебя, грубо говоря, крест находится, что он четырехугольный, что у него обладает большого количества ворс, но и нет места того страдания и мучения, которому ты адресуешься, говорят о симуляции. То есть это знак, у которого нет то, чему он отсылает, то есть то, чего он означает. То есть такое чистое, получается, означающее. Нет, это же проблема локализации, допустим. Это же и в физике проблема такая есть. Это вообще говоря, невозможно в мире вырвать что-то из контекста. Нет, это проблема. Не то, что невозможно вырвать что-то из контекста, а в том, что у него прямо этого нет. Да, это он есть косвенно, коннотации-то есть какие-то. Да, коннотации есть, а динатата нет. Да, ну поэтому проблема динатата это чисто проблема классическая, которая стремится найти истину, то есть которая стремится во всем этом означивании дойти до конца и обнаружить вот как бы вот этот, тот самый вот этот физический объект. Коннотации, ну, море, а этого, получается, они... Так вот, это выражение имеет в виду на самом деле, что симулятор имеет смысл как некого рода контекстуальная вещь, которая циркулирует в дискурсе. Она как в дискурсе циркулирует, имеет смысл в этом. В дискурсе самом. Я это только... Но невозможно пытаться достигнуть истины этого смысла. Да, можно только просто каждый раз его проигрывать. Да, то есть повторять. Да, да. Потому что нет динатата, да. Нет, вопрос как раз именно связан с... Что такое вопрос динатата? Да, да, это вопрос последнего значения. Да, вопрос истины. Истинного значения. Я говорю слово, да, какое у него истинное это значение. И вот я начинаю там отсылаться и прикажу в конце концов какой-то вещи, да, на которую указываю, говорю, вот истинное значение слова стул там, допустим, это вот данный объект. Ну, так с любым знаком, но не только семья. Нет, просто дело в том, что от этого давно уже отказались, потому что действительно существует очень много таких знаков, которые вот так вот где-то не предъявить никакую вещь, не предъявить ее. И поэтому, как бы, в принципе, вопрос идет о том, что дискорд циркулирует как некая целостность, в котором вырвать отдельные моменты, локализовать их, и сказать, что вот есть какие-то... В отдельных случаях может быть можно, но в целом невозможно, да. И поэтому знаки циркулируют как некого рода совокупных знаков. Но это даже на это, если вдуматься, даже Гегель указывает, что не существует отдельного пофилософского понятия, что всегда существует система понятий, да, которая связана какими-то взаимными акционами. И только как систему понятий философию можно рассматривать как нечто научное. Потому что, когда вы пытаетесь философию развивать исходя из какого-то одного понятия, да, тем самым, как бы, впадают всякую роду ошибки логические. А надо взять систему понятий, и тогда только в контексте системы понятий каждое понятие приобретает вот свой уникальный смысл, да, который уже не повторяется и не пересекается со смыслом других понятий. Вот у него такая задача была, как бы, вот это... Он уже это видит, что мир целостен. И вообще, говорю, вот этот холистский подход, он и характерен для всего этого, что ты рассказываешь, это вот и есть ничто иное, как просто превалирование холистского подхода над подходом локальным, да, возьмем, давайте все на элементарные ящейки разобьем, а потом из этого попытаемся собрать некую целостность. Так не удастся. Почему? Я же совсем не говорю ни о каком-то... Ни о том, что... Вот нормальный человек сказал, что в всяком знаке, то есть в речи есть динатат, то, чем мы обозначаем, то, чем обозначаем, это самое... то, чем мы обозначаем, включено некоторое в отсыл, бесконечное отсыл в других значениях. В простых случаях это есть. Мед, значит, пчелы. В простых случаях. Пчелы, значит, нежность. Проблема же всегда связана с это, что простые случаи, это как раз не те случаи, на которых работает значение. Значение как раз работает там тогда, когда возникают вот эти аберрации, как в поезде, да, когда вдруг значение вот оно выпячивается. Я-то хочу сказать, что с самого начала вот эта ситуация на разделение, на денотацию, коннотацию на самом начало не работает. Поэтому... Но она работает в простых случаях. Ну, понимаешь, так нельзя уже... Вот, понимаешь, ты как бы говоришь некую крайность, впадаешь. Да. А как показывает... Ну, это мы же давно уже знаем, что никакие крайности не являются правильными. Да, да. Я говорю удивительную вещь, что речь, когда речь идет о столе, который должен обозначать перед нами стол, совсем идет речь не о столе. Хорошо, давай возьмем просто науку. Вот, когда речь идет о электроне. И речь идет о чем? О электроне. Конечно, одно дело, когда мы говорим об обыкновенной там речи, которая не стремится ни к какой-то... У нас... Или когда мы говорим о математике, о каких-то понятиях, там, достаточно строгих, да, там, каких-то... А слабые вычитания и прочее. Когда мы говорим об электроне странным образом, у нас речь идет о неком урологическом высказывании, то, что он, допустим, маленький и заряженный. Маленький и заряженный. Но в этом самом высказывании как таковом электроне нет того электрона, который где-то там есть, такой действительно маленький и заряженный. Потому что... Адресация к эксперименту была бы чем-то неправильная. У нас же адресация к эксперименту. Но она все-таки... Все-таки есть эта адресация к эксперименту. Ну, правильно. Как она проходит, это непонятно. Но всегда стол, вот тот самый стол, он его не выражает, потому что у него это важное в столе. А то, что он прямоугольный и коричневый. И то, что... И в электроне, получается, важно что? То, что он маленький и заряженный. Сколько угодно. Просто факт состоит в том, что реальность все равно есть. Этот диенотат, он все равно есть. Из того, что мы в отдельных случаях не можем динатат предъявить, это не следует, что в других случаях, что всегда мы не можем предъявить. Нет, получается, что каким-то странным образом, это так же, как логика, которая замкнута в себе, она почти не касается мира, так и язык получается, что мира почти не касается. Мы его приспособили к миру, но только тем способом, каким его Шеннон приспособил к миру. Что у тебя есть некая сложная деятельность, а ты используешь ее в качестве передачи сигнала. Вот в таком смысле он касается действительности. Но язык как таковой не касается действительности, не касается значительно более радикально, чем думал Гегель, когда пытался высказать то, что высказать вот эти самые кусочки белой бумаги, лежащие перед на столе, невозможно. То есть язык математики, да, который функционирует, ну как-то сказать. С математикой не знаю, что. С математикой не знаем, но могу сказать, что не знаю. Язык физики, да, то есть это все как бы ничего не касается мира. Тем не менее эксперименты ставятся, приборы работают. Приборы работают, которые основаны на знании мира. Это вот получается странный способ. Или Деррида говорит, что язык всегда опаздывает за происходящим, за то, что он стремится высказать. То есть у нас очень странная получается ситуация, когда у тебя язык практически не касается мира. Тем не менее мы всегда думаем, что язык это есть для нас мир, то есть то, о чем он говорит. Как вот с этим работать, совершенно непонятно. Но с другой стороны, у нас есть более великолепный, более подчеркнутый такой сущность, сочеловеческая деятельность, которая нам это показывает в явной форме. Речь идет о музыке. Музыка у нас в явной форме показывает, что это дело обстоит именно так. Что указываешь деятельность языка. Знаешь, что тут я говорю? Вот есть средство выражения. И тут, мне кажется, проблема состоит в том, что когда обращают внимание не на то, что нужно выразить, на некую реальность, на некие объекты, а когда обращают внимание на само средство выражения, вот возникает такая странность. Вот передо мной язык, средство выражения. Он оказывается как бы оторванным от всего. Ну, естественно, взяли его сначала, оторвали. Взяли его, это отъединенное, это средство выражения. Пытаемся из самого этого средства выражения что-то о нем понять. Это похоже на то, как Гегель критиковал Канта, когда говорил, что Кант, вот помните его пример о сплавании, Кант как будто бы предлагает без того, чтобы просто взять и поплыть, предлагает, а давайте сначала попытаемся понять и изучить отдельно на суше, что такое это плавание, возможно ли оно вообще. А я-то как раз хочу сказать, если брать эту метафору, что как раз человек с самого начала умеет плавать, просто ему в бассейн воду забыли налить. Забыли налить ему бассейн воду. То есть плавать он умеет и плавает, а воды нет. Я считаю на самом деле, что у нас есть много средств выражения, много языков, сколько у нас есть каналов чувственных, музыка, звуковой канал, зрительный канал, живопись, тактильный канал, скульптура, не знаю, еще. Ну это не важно, не важно. Ну хорошо, суть не в этом состоит, но в каком-то смысле скажем, скульптура это тактильный канал, потому что фактически скульптуру для того, чтобы его почувствовать, надо ее пощупать, но это не важно. Важно состоит в том, на самом деле, что все это просто способы выражения, да, это вот некие инструменты, которые нам даны для того, чтобы эту реальность прощупывать, для того, чтобы как бы вот развернуть силу и зонды, условно говоря, да, и попытаться в этой реальности сориентироваться. Не надо абсолютизировать сами средства. Если мы не будем утыкаться в эти средства и думать, а как же они вообще могут работать? Как этот язык может передать коней? Это еще нечто единичное. Да не может никак. И все. И проблема тогда, бесконечная проблема, нерешаемая у Геги или у всех. Так нам это не надо делать, если мы в своей деятельности, используя эти средства, можем достигнуть результата. Этого достаточно для того, чтобы эти средства использовать. Ведь эти средства условные. Не даром языков много. Потому что они нечто, вещь условное, конвенциональное. Мы просто решили, давайте использовать звуковой язык, он удобен. Я с вами разговариваю, вы меня понимаете, мы достигаем некого взаимопонимания. Потому что цель взаимопонимания, а не сами вот это вот сотрясание воздуха. Ну, допустим, был бы сейчас другой способ языка. Допустим, мы могли бы там это... Взаимопонимание. Или там звуку Морзе передавать. Это не важно. В том смысле, что веселое бежит. Вот в этом смысле взаимопонимание. Я вообще не вижу здесь этой проблемы веселое бежит. Как устроить, собственно... А не в том смысле, что есть некая девочка, о которой мы рассказываем. Мы говорим, что она веселая и бежит. Ну да, потому что ты упёрся в средства, и не видишь как бы то, что в это средство, на что оно не настаёт. А там открыто наружу. Потом мы говорим, слышишь, вот смотри. Если, допустим, взять человека, который лишён слуха, зрения, да? Да. Не может вас мимо еще придачу. Вот всё вместе. Да. Допустим, у него осталось тактильное ощущение. Да. Если ему связать какой-то жест с водой, и он это поймёт, то разум его проснётся, и он станет доступен, как бы... Потому что разум ищет средства для того, чтобы перейти к реальности. И этих средств много. А если одни каналы закрыты, он использует другие каналы. Вот что Валя хочет сказать. Да. И, собственно, язык — это некого рода условность, на которую не надо притыкаться. А музыка — это просто развернутость одного канала. Вот у нас есть звуковой канал, почему бы его не развернуть во всю шире и глубь, да? И вот музыка, вот он этот канал нам развивает. Да, там живопись, да? Вот канал, как бы... Это видение, да? Вот он этот развивает. Ну, условно. Я просто говорю сейчас буквально о какой-то метафоре условности, да? О чём идёт речь? Просто каждый канал хочет остаться в своём... Ну, как бы развиваться внутри себя, и что-то... И развиваться... Помимо того, что он является коммуникационным каналом, он и сам по себе может жить, да? И сам может жить в своей самостоятельности. Но в любом случае, надо, по-моему, различать средства, и то, что с помощью этого средства выражается. Вопрос только в том, что выражается. Выражается некого рода реальности. А вот это вот как раз и пункт, что называется. В том-то и смысл тезиса Игоря, если я его правильно понимаю, и в том-то и смысл тезиса Олега Михайловича, что выражается не реальность, выражаются не предметы, не вещи, не мир, а выражается другое, выражается мысль. Это с одной стороны. Конечно, мы всегда можем... И эта сторона одна. Нет, мысль же, она же не произвольна. Это же не любая мысль, а какая-то определенная мысль. И она опирается на предмет. Безусловно, да. Она, конечно, опирается на предмет. Но просто как бы смысл тезиса именно в этом. Понимаешь? Ты говоришь о том, что не важен язык, потому что это всего лишь условность. Ну, в некотором роде, конечно, это условность. Но смысл тезиса состоит в том, что выражается не реальность, а выражается мысль. Мысль о реальности. Благодарю. Но выражается именно мысль. И вот это то, что Олег Михайлович говорит, что происходит в метафоле, происходит детализация предикации. А как сказать про музыку? Вот я не знаю. Конечно, в этом есть что-то аналогичное. Вот когда происходит развитие некоторой музыкальной темы в произведении, не обязательно в симфонии Бетхойна, в сонате Баха, в чем хотите. Там действительно происходит развитие темы. это действительно выглядит, как некоторая детализация высказанного, чего-то высказанного. Вот есть вот эта тема, это некоторое высказанное. А дальше происходит его детализация. Мы разобьем эту часть, потом эту часть немножко притушим, разобьем эту часть, потом мы посмотрим, что будет, если мы одновременно начнем развивать две-три части из этой темы. И получается вот действительно некоторая детализация. Есть в этом что-то действительно очень похожее. Как это имеет отношение к выражаемому, то есть в данном случае к мысли? Я не очень понимаю, как сформулировать. Ну, потому что это далеко не всегда, понимаете, формулируется успешно каким-то другим языком. Да, конечно. Потому что ведь, видите ли, это вот как раз один из таких хороших, на мой взгляд, критериев применительных к искусству. Если смысл картины, написанной маслом на холсте, нельзя понять, кроме как выслушать некоторый нарратив по поводу этой картины, то значит, что с этим художеством что-то сильно не так. Потому что картина, она должна как бы говорить своим языком. То же самое кинематограф. Да, кинематограф выражает некоторый смысл исключительно своим языком. Попытки его пересказать на другом языке, они как бы так довольно коряво выглядят. Это как при переводе с одного языка, в смысле с английского, на русский, происходит какая-то сильнейшее искореживание смысла. Так и там тоже что-то происходит. Как это обозначить? Какова мысль? Я думаю, что композитор выражает тоже некоторую мысль. Как и поэт выражает некоторую мысль, когда развивает метафору по поводу другого. Нет, выражать некоторую мысль это слишком было. Поэт, конечно же, или композитор, они никакую мысль не могут выражать. Это как бы не есть предмет искусства мысли. Мысль есть предмет философии. Они-то выражают как бы нечто другое. То, что чувствуют. То есть, они выражают чувства. Но это не важно. Важно, на самом деле, что, знаете, что тут заметить? Что Игорь в каком-то смысле впал в тот, как мне кажется, достаточно опасную тенденцию, которая считает, что есть только языки и переводы из одного языка в другую. никакого бытия нет, как бы реальности нет. Ну, Игорь наш. Я вижу Игорь. Нет, ну не ты, потому что я докладчик, Игорь. Мне кажется, вот это вот, из того, что он пытается выразить, следует, что никакой реальности нет, а есть только языки и перевод из одного языка в другую. Мне так показалось. И это как раз адресуется к этой медиафилософии, с которой мы в свое время познакомились. Нет, ну есть такая крайность. Да, вот вся эта пенка про симуляты и все прочее, они как раз в том и состоят, по-моему. Что эта крайность берется и эксплуатируется. Да, да, да. И что действительно есть только это. Да, есть вот некоторое взаимообращение знаков, которые вообще ни к чему не отсылают. Вот. И это нормально, и это так вот. Нет, ну если у вас нету денотации, если у вас нету как бы связки означающие-означаемое и в принципе нету означивания, то это и означает, что нет никакой реальности, никакого бытия, есть только язык, который будет не обязательно. Не обязательно. Ну а как? А как у вас реальность тогда существует? В том-то и состоит реальность, что она денотатна. Да вот не денотатна она. Ну а как? Вот как-то странным образом она существует. быть может так. То есть реальность живет параллельно. Да. Реальность живет с ней живет. Ну а язык никак с этой реальностью не соотносится. Он живет, язык сам по себе живет, реальность сама по себе живет, и мы живем параллельно. Язык странным образом живет, примерно как логика. Как логика по отношению к реальности живет. Вот так и язык живет по отношению к реальности. Еще раз, есть реальность, она сама по себе, язык сам по себе, логика сама по себе. Да, логика же, она же в каком-то смысле по реальности, но с другой стороны, она реальности как-то и почти не касается. Нет, логика изъята из реальности. Вообще говоря, изначальный смысл логики состоит в том, что обнаружили в самом языке некоторые инварианты, и их просто явно выразили. Вот это что такое логика? Как бы вообще говоря, логика сама из языка появилась. Даже слово «логос» изначально нам адресуют к слову, к языку. Не так получилось, что какая-то была логика, и мы как бы сразу ее поняли. Федомологически логика возникает как некого рода, вырастает из языка, как своего рода продумывание этого языка. Так что каким образом логика параллельна существует в реальности, не очень понятно. Если она изначально взята из языка. Поэтому давайте-ка про логику поставим. Вот есть язык, это максимальное выразительное средство. Допустим, возьмем только наш язык и лингвистический. Тот самый простой язык, на котором мы сейчас говорим. Так вот, как он соотносится с реальностью? Вот проблема. Вообще реальность есть или нет? Или есть только язык, и все? Или все-таки язык до бытия, и бытие какое-то есть? Ну, он-то домом, домом это, конечно. С крышей и фундаментом. Но, с другой стороны, вот он как-то функционирует другим способом. Не способ. Нет, ты просто говоришь, что язык вообще никак реальности не касается. Буквально так и говорю. Что язык как-то параллельно существует. Ну, вот моя версия, что он касается, и вот как Шеннон нам предлагает. Вот так только. То есть, он заимствует для обозначения некую чуждую структуру. Ведь для того, чтобы пить чай и уничтожать мир, тебе не нужно знать, что такое ноль-единичка. Но ты взял их себе ноль-единичку и говоришь, одно это то, а второе это третье. А в этой картинке что есть что? Вот ноль-единичка это что? Это язык? Нет. Ну, в этом смысле нет, конечно. Нет? А что это? А, сам по себе ноль-единичка? Да, язык. Да, язык. Да, язык. А реально самостоятельно? Пить чай, пить чай и уничтожать мир, это чего? Собственно, мир, деятельность. Двое деятельность. То есть, помимо языка, значит, все-таки мы деятельность. Да, в каком-то смысле. Нет, ну, в каком-то смысле. Мне просто интересно, для того, что есть такая тенденция, что кроме языка вообще ничего нет. А все, что есть, есть в последующем языке. Деятельность мы обнаружили. Мы реально обнаружили и деятельность. Нет, а реальность за этой деятельностью есть? Если есть деятельность, значит деятельность еще одна. Ну, реальность за ней есть. Но я хочу обратить внимание, как... Ну, значит, и означивание есть этой реальностью. Нету. Ну, как так? Если есть реальность, помимо языка, если есть деятельность какая-то, помимо языка, значит, и означивание этой реальностью, и этой деятельностью есть. Ну, не в том же смысле, как принято считать, что вот есть стол и стол. Ну, не в этом же смысле. Как-то иначе. То есть у тебя есть некоторая структура, которая состоит в конкретизации предикатов. И эту конкретизацию предикатов ты, по-моему, противозаконно используешь в своей деятельности коммуникации. Ну, если бы означивания не было в деятельности коммуникации, то договориться бы никогда не смогли. А все-таки язык служит целью коммуникации, а в коммуникации требуется договориться о терминах. А термин – это есть не что иное, как то, что работает по смыслу, а значит. В каком-то смысле по ошибке. Кстати, сказать, коммуникацию ты, по-моему, сильно преувеличиваешь, потому что коммуникация как раз очень штука простая. Там даже не надо договариваться о терминах. Есть у меня такой любимый анекдот, в смысле, из бывших в жизни. Я однажды ехал в такой очень интернациональной компании на автобусе через почти всю Германию. Ехать надо было долго. И кто скучал, кто читал, все разными вещами занимались. А одна дама такая, постарше, она состояла из своего мужа в качестве переводчицы, потому что он никакого языка, кроме русского, не знал. И что-то значит там, то ли она с мужем поругалась, то ли просто соскучилась. Она говорит, пойду поговорю с кем-нибудь. И нашла свободное место рядом с женщиной, ее примерно лет, из Пельгии. Села, и что-то они сидят оживленно разговаривают. То есть вот видно, что они там говорят обе. Как-то общаются. Значит, этот муж в панике ко мне оборачивается, говорит, я что-то не понимаю. Говорит, что такое? А они же разговаривают. Я говорю, да, о чем проблема? Проблема в том, что моя жена знает русский язык и немецкий язык. Та женщина бельгийская знает французский, английский и фламандский. У них нет общего языка, на каком они разговаривают. Так вот, эти две женщины замечательные, тем не менее, общались, коммуницировали просто вот на пять. Так там все-то исследуют, что язык условность. Это вот в том-то и состоит суть. Вот все, что вы говорите, до сих пор. Конечно, это условность. Но эта условность не требует для своего осуществления почти ничего. Они, всплескивая руками, рассказывали друг другу обо всем. О родителе мужа, о занавесках на кухне. Обо всем. И прекрасно. У них была полная... Может быть, это была иллюзия, кстати. Что почти наверняка. Но у них была полнейшая иллюзия, что они понимают друг друга. Никакой договоренности, ничего не надо. Правильно. Их реальности не надо. Даже язык не нужен. Просто факт и состоит в том, что язык условный... А реальность еще меньше нужна. Нет, реальность и нужна. Потому что именно они, как бы упираясь на реальность, смогли договориться. Да нет, это не нужно. Потому что реальность у них одна. Они сидят, у них одна реальность. Нет, нет, нет. Хотя разные многообразные языки. Они коммуницируют не про окружающие, а про свои дома. Которые у них одинаковые более-менее. И то, и там, и там, и здесь семья, дети и прочее. Я тебе уверяю, вот их квартира в Питере явно была не то же самое, что думают... Тем не менее, с точностью до какой-то погрешности, на самом деле, опыт одинаковый. Понимаешь? И мы можем коммуницировать не благодаря тому, что у нас язык есть. А благодаря тому, что у нас есть общая реальность, на которую, смотря на которую, опираясь на которую, мы можем договориться. Ну, опять-таки, да, советский муж не то же самое, что бельгийский муж. Нет, а с точностью, конечно же, есть какие-то различия, и всегда они есть. Один богат, другой бельгийский, один здоровый, другой больной. Это, на самом деле, конечно же, есть. Но, тем не менее, мы можем говорить не потому, что у нас общий язык, как думают, а мы можем говорить потому, что, на самом деле, мы живем в одном мире. Да я же не об этом совсем говорю. Да я правильно. Я так просто к чему... Я-то совсем ведь не об этом. Этот пример говорит о том, что язык условность. И бесполезно, как бы, средство выражения пытаться изучать с этой стороны. Условность это некая. Но не сможет он своими способами выразить единичество. Это и не нужно. Если я смогу в коммуникации объяснить, о чем я говорю. А что я говорю о том самом клочке бумаги, на котором указывают. Достаточно этого. Хорошо, Влад, а как ты убедишься, что это лишь про тот самый клочок бумаги? Если другой человек это поймет, о чем я говорю, это вот достаточно. А как ты в этом убедишься? Это я убежусь из того, что у нас возникнет общий опыт. Да как раз в практике я добеждаю. Мы построили дома, мы построили науку, мы выстроили цивилизацию. Каким образом, если мы не могли бы друг другу понять, это все было возможно? Это все возможно, потому что на самом деле понимать это было можно. Это аргумент противного. Значит, это было бы невозможно, если бы. А ты мне ответить конкретно на вопрос. Но я же тебе говорю, еще раз говорю, в понимании нет этого элемента, на который можно было бы его разложить и показать. В понимании оно возникает как в виде практики. Ты понимаешь, он понимает. И потом, исходя из практики, я понимаю, что он понимает. Вот смотри, здесь как очень интересно получается. Опять в этот пример. Что говорит Бельгийка, по большому счету? То, что ее дом большой, двухэтажный. Стоит на лужайке. Что говорит русская? Что ее квартира, она маленькая, грязная. На девятнадцатом этаже, двадцати шести этого этажного дома. В старой части города. А, то есть ты знаешь, о чем она говорила? Да, да, да. Я там был. Да. А вот, это вот таким образом. Вот что они говорят. Но они говорят не о доме. В том смысле, что никто из них не говорит вот о том самом доме. Дома здесь нет. Здесь есть дом, стоит на лужайке. В нем два этажа. Моя квартира маленькая, грязная. На четвертом этаже. В пятом дворе. Нет, и такой аспект разговора, конечно, присутствует. Это не аспект. А если другой аспект. Это равное повстояние дня. Нет, а если другой аспект, когда я другому человеку говори, сходи туда, возьми то. Понимаешь, в этом аспекте как раз и проявляется то, что он идет туда и берет то, что я ему сказал. Ну, не способом. И тут как раз вот этого аспекта, что разговор ради разговора, он отсутствует. И это у тебя не будет, не то, что ты хватаешь язык как таковой, по его сути. А то, что как Шеннон, он хватает за первую попавшуюся вещь, за ноль единиц. Да еще раз говорю, Шеннон, когда ты говоришь человеку, возьми. Теория информации в твоем выражении, она на самом деле упускает самое главное. И упускает субстанциальность информации или знания. Ну, это означает, что она не о том говорит. Вот эта сигнальная функция, это никакого вышли к языку не имеет. Это не тот язык, о котором мы говорим. У нас же язык существенно... А вот это странная, странная эта вещь, субстанциональность, понимаемая тому, что слово «стол» обозначает «стол», ее как-то вот так нет. Ну, и что, ну, сигнальное понимание языка, ну, говорит, это особое, простое какое-то понимание. Вот такое, такое... Ну, это не сами, это просто особый язык, как бы, да, язык передачи. Но это не означает, что язык наш таков. Наш язык сложнее, наш язык на самом деле имеет субстанциальность. И вся философия об этом, да, как бы... Ну, понятно. Ну, понятно, да. Ну, хорошо. Есть еще что-нибудь.